Ситуация произошла в чем? Есть потерпевшая сторона людей. За рулем данного автомобиля был правый селк. Один из бойцов правого селка. На шеврон видел вас? Да. У них флажок висел на машине. Ребята фотографировали на телефоне. Они срывали. Не знаю. Медэкспертизу не проходило. Яный, трезвый. Предполагать мы не можем. Ни угаданий. Ну да, не надо. Да. Короче, ситуация в чем? Тут к нему же приехала группа поддержки. Он говорит, сейчас привезут деньги, давайте, типа, вы просто опять же милиция зафиксировала все. То есть ДТП туда-сюда было. Группа поддержки приехала. Ну и начали вот такой, вы кто? Туда-сюда, нам. Ну а мы обычные люди, граждане Украины тут стоим. Тоже там за справедливо и за правоту получаемся. Он там туда-сюда, слово за слово, калаш наставляет на меня. Из транспортера. Ну я стою и ему говорю, ну давай, хочешь, стреляй в меня. Ну смелый такой, давай, стреляй. А кто? Ну вон вот тут черный ходит. Короче, стрижем, стрижем. Короче, после этого я как гражданин Украины набрал 102. И все, после этого приехал сюда. Следственное оперативное, да? Следственное оперативное, да. Вы написали заявление, да, об этом всем рассказали? Нет, пока ничего еще никто не писал. А, не было? Да. Ну вот, вы же знаете, как у нас все происходит. А вы писали заявление, что вам выгружали оружие? Еще пока никто не писал? Еще пока ничего не писал. Я за... честно, вот как они сказали, я за справедливость. Если они, ну, додержатся своих слов в плане денег, то есть... А что, вторая машина какая? Ну, Mercedes Sprinter, там вот... А, и дальше, да? Да, там уже колесо перебортировали. У него, если посмотреть по ходу машины, то мост у него стоит. А как получилось? Откуда уехал, получается, со стороны... Он уехал по встречной полосе, сказал, что якобы заснул и цепнул, получается, в заднюю полосовую машину. Ну, такая вот цеплация. Понятно. Ну, мы еще являемся мало того, что журналистами, что громадское развитие информационных центров дорожного контроля Украины. То есть это все будет, но... То есть что, ты там не сомневался? Не, не, я ж... я сам-то справедливость, если... Понятно. Хорошо. Побудем, последний раз. Спасибо за просмотр. Ну, я думаю, что... Я не знаю, что... Я не знаю, что... Я не знаю, что... Я не знаю, что... Кто вышел? Что случилось? Бачили... Вот, вот, вот... Так, а это кто там подходил? Так, это... Это он приехал типа... Да я там по делам езжал, сейчас побачил. И начинает... То есть был разговор, что денег доделал... Ну, мне кажется, что он под какие-то вещи в том... Что-то, что-то все сделать. И вот это... Он начинает всех... И все... Ютуба не будет. Не-не, я напишу. Вы не направляете. Я не направляю. Только звук. Все хорошо. Да. Ну, вот такая... Ну, мне не нравится, как он общается. Сильно много ребят берут. Понимаете? Да. Определенные партии Украины тоже. Они там сильно себя заявляли. Нагло цинично. Народу это не понравилось. Они не прошли в Раду, да. Так же самое, я думаю, народ будет недоволен определенными батальонами. Нельзя себя так вести. То есть войну переносить оттуда сюда, можно с собой устраивать эти... Да, если ты герой, иди воюй. Да. Рассказывают, скажем. Да. У меня сейчас автоматами ездят. Можно... Ну, так мы снимали. Просто, если все это сделать, чтобы... Ну, значит, лица же не будет. Не будет, не будет. Если что, там голос просто, если ты видишь, то иди. А ты не станешь. А ты не станешь. Не станешь. А ну что? Я тебя не стану. Все хорошо. А про эти? Ну, я бы этого батальона сейчас прово всех порога поснимать. Которые батальонами не готовят. Ну, да. Я вижу. Вот такой интересный. Да. Да. Что-нибудь на Диэна? Да. Да, я буду видеть. Да, я буду видеть. Да, я буду видеть. Ну, говорить же о форме о форме. Ну, говорит, и нет. Ну, говорить, нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...